Городской репортаж Сегодня мы с моим снежным другом Васильичем отправимся на проверку дорог и дворов. Посмотрим затем, как же коммунальщики чистят наши улицы от накопившегося снега. Ну что, Васильич, ты готов? Нынешний снегопад стал серьезным испытанием не только для коммунальщиков нашего города, но и для коммунальных служб всей страны. Скажите, пожалуйста, Олег Валерьевич, вот недавно прошел снегопад, сильный снегопад. В связи с этим вот несколько вопросов. Сколько сейчас уборочной техники работает? Значит, конечно, в этом году зима выдалась очень снежная. Превышены все нормы осадка в виде снега в этом году. Коммунальная техника в нашем городе готова к этому. В настоящее время задействовано более 20 единиц техники, это дорожные наши службы. Более 22 единиц техники – это управляющих компаний, ТСЖ, которые убирают снег во дворах, очищают подъезды к домам, проходы и так далее. Значит, дополнительно при вывозе снега мы привлекаем еще и строительные компании, то есть просим у них технику для вывоза снега на площадку, которую мы засыпаем снегом для временного складирования. Значит, с декабря, вот декабрь-январь этого года уже вывезено более 46 тысяч кубометров снега на площадку для вывоза снега. И вот 3-4 февраля уже при обильном снегопаде было вывезено более 3000 кубометров снега. 3-4 числа было более 100 кубометров песко-соляной смеси разбросано на наших дорогах. Значит, у нас сейчас работают в городе 5 бригад, это дорожные службы, которые очищают заездные карманы, очищают автобусные остановки, павильоны от снега, работают, подчищают за снегооборочной техникой, которая вот работает вдоль бортового камня, убирают и вывозят снег. Так что, как бы, работа продолжается и справляемся на сегодняшний момент с уборкой дорог. Скажите, а сколько еще понадобится времени, дней, чтобы очистить город? Ну, техника будет работать, как бы, до того момента, пока полностью все улицы не будут очищены вплоть до бортового камня. Это по нормативам по уборке дорог. Это еще несколько дней понадобится для того, чтобы вывезти снег. В связи с прошедшим снегопадом и тотальной уборкой снега возникает вопрос, а как жители относятся к такому явлению, как снег? Нормально, очень нравится. А зима раньше такая же, наверное, была, да? Давно вот не было снега? Давно не было. Вы же знаете, что выпало много снега? Да, много. Да, 10% от годовой нормы. А лучше, чтобы зима была вот такая слякотная или все-таки снежная? Нет, снежная, конечно. Морозная и снежная, по-русски, как говорят. Да, это по-нашему. Спасибо. Пожалуйста. А лучше зима, чтобы была снежная или чтобы была морозная такая? Как лет 30 тому назад, вот сейчас. Вы просто этого не видели, молодые. Раньше снегу было по поясу всегда. То есть абсолютно нормально все это? Великолепно. Отлично. А это проблема дорожная. Пусть убирают. Хорошо, когда его достаточное количество, а не слишком много. А лучше какая зима все-таки? Снежная или без снежной? Конечно, русская зима снежная должна быть. Извините, пожалуйста, я ребенка, я боюсь, как бы он не раздет. Ну что, Васильич, что ты думаешь по этому поводу? К снегу отношусь хорошо, как к явлению природы, а к порядку неуборки снега, безобразному. Значит, жители плапратят огромные деньги за услуги ЖКХ. Снег не убирается. Вот мое отношение. А к снегу я отношусь хорошо, когда на лыжах. Это прекрасно. А вот то, что вы видите, ну вот, полтора часа я очищаю машину. И выехать отсюда, это еще весьма проблематично. Прошедший снегопад вызвал не только радостные возгласы детворы, но и бурю негодования среди автолюбителей. Так как выехать со своего парковочного места из двора или наоборот на него встать, крайне проблематично. Я, конечно, маленький человек. И понимаю, что разговоры типа, если бы каждый автолюбитель взял по лопате, не имеют под собой никакого веса. Но тем не менее, если бы каждый автолюбитель взял по лопате и откопал себя сам, то проблем бы было немножечко поменьше. Пришло время пообщаться с моим другом, снежным инспектором Васильичем. Васильич! 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 Уборка снега в нашем городе продолжается. Моему хорошему другу, товарищу и брату, инспектору Васильичу пришлось сложить голову на этой войне. Да, на войне со снегом не без потерь. Он погиб ради того, чтобы ваш завтрашний день был немного чище и светлее. Илья Леонов, Валерий Сахнов, РТВ Подмосковья, город железнодорожный. Птички, птички, птички. Продолжение следует...